Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Менее 900. Губернатор Подмосковья назвал условия отмены карантинных ограничений. Тубешват. Евреи отмечают Новый год деревьев. Свечи памяти. В России прошли мемориальные мероприятия в честь Международного дня жертв Холокоста. За минувшие сутки в России выявили 19 139 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день лечение проходит около 500 тысяч человек. В Москве сегодня выздоровели 6 142 пациента. Это в два раза больше тех, кто заразился. К обычной работе по своему профилю вернутся 5 стационаров на 2200 коек, которые ранее временно предназначались для больных коронавирусом. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации и пообещал отменить все существующие ограничения, как только в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19. В Израиле провели более 85 тысяч анализов на коронавирус. 7 768 из них показали положительный результат. Январь стал рекордным для еврейского государства месяцем по числу смертей. Средний возраст жертв снизился с 81 года до 77 лет. Сегодня вступил в силу приказ министра внутренних дел Ариет Дерри о закрытии границы с Египтом и Орданией как для израильтян, так и для иностранцев. На пункте пограничного контроля мост Аленби будет продолжаться пропуск только палестинских жителей Иудеи и Самарии. Такие меры приняты для того, чтобы не допустить проникновения в страну новых мутаций коронавируса. В то же время в правительстве не могут договориться о продлении карантина. Пока все ограничительные меры действуют до 31 января. Сегодня евреи всего мира празднуют Тубишват – Новый год деревьев. В этот день обычно заканчивается сезон дождей и начинается возрождение природы. Праздник отмечается посадкой деревьев, а торжественная трапеза состоит из фруктов и злаков – фиников, оливок, винограда и граната. В этом году из-за пандемии коронавируса Новый год деревьев проходит без традиционных посадок растений и развлекательных мероприятий. Однако праздник можно отметить по-новому, заказав растения для дома через интернет. Именно к этому подготовились оранжереи и теплицы на юге Израиля. По всему миру в эти дни проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню жертв Холокоста. В Крыму на территории мемориального комплекса «Концлагерь Красный» прошла церемония возложения цветов к вечному огню. В концлагере, построенном в 1942 году на территории совхоза «Красный», по разным оценкам были убиты от 8 до 15 тысяч человек. Память расстрелянных в годы войны евреев почтили и в Курске. За период своего действия лагерь смерти погубил не менее полутора миллионов невинных людей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в мемориальном комплексе «Ядвашем» представила выставку о женщинах-врачах, которые спасли тысячи жизней узников лагерей Бухенвальд, Дахау, Аушвиц, Освенцем и Треблинка. А накануне президент Украины Владимир Зеленский на проспекте Победы в Киеве открыл инсталляцию «Взгляд в прошлое». К акции памяти жертв Холокоста присоединились учащиеся еврейского центра в Сокольниках. Они подготовили стихи. Наш долг и обязанность – помнить о погибших, уважать уцелевших, развивать чувство целерантности, справедливости и ни в коем случае не быть равнодушными наблюдателями. Помним всех поименно, годом вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. В Еврейском музее Центриль толерантности прошла ежегодная церемония зажения свечей в память о людях, убитых нацистами. Репортаж Натальи Кравченко. 27 января – это их день. День памяти жертв нацистского режима. Кто-то вспоминает их в кругу своих близких, семьи, а кто-то приходит в Еврейский музей и Центр толерантности. В иудаизме существует понятие йорцайта. Годовщины смерти, когда родственники читают поминальную молитву и зажигают свечи для возвышения души умершего. По материалам Нюрнбергского процесса в Европе в период Холокоста погибли 6 миллионов человек. Не у всех из них остались потомки. В память об ушедших ежегодно зажигают 6 свечей. История Второй мировой войны – это история преступлений, в котором погибло более 50 миллионов человек. Нет даже точной цифры, сколько погибло. Каждый год Еврейский музей готовит для своих гостей культурную программу. В 2020-м здесь представили выставку «Истории влюбленных, переживших Холокост», созданную на основе дневников, мемуаров и биографических романов. Она и сегодня доступна на сайте музея. В этот раз гости увидели видеофрагмент спектакля режиссера Михаила Плутахина «Священный талисман». Субтитры создавал DimaTorzok «Священный талисман» Это история про белую козочку. По мотивам поэмы, еврейского поэта Лейба Левина, он взял призы на фестивали в Назарете, на фестивали в Казани и продолжать свою фестивальную историю. Трагедия еврейского народа стала универсальным символом жестокости и презрения к человеческой жизни. Но руки истории до сих пор усвоены не всеми. Накануне Дня памяти и очередной годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады профессор Санкт-Петербургского филиала Российской академии народного хозяйства Владимир Матвеев заявил на лекции для педагогов, что Холокост – это миф, а газ в концентрационных лагерях использовали для дезинфекции. После того, как история получила общественный резонанс, из вуза Матвеева уволили. Это, к сожалению, есть пропаганда нацизма. Помнить о событиях тех лет значит сделать прививку от равнодушия и безразличия к чужой судьбе и вместе защищать мир и свободу людей. В столичном театре «Геликон-опера» вновь звучал «Реквием Верди». Третий год подряд в эти дни здесь вручают особый знак Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти». С подробностями Лена Мулзак. О чудовищных вещах, чудовищной истории, чудовищной трагедии целого народа, которой человек не может оставаться равнодушным. В память о тех, которых уже не вернуть, о героях, которые их спасали, прошел благотворительный мемориальный вечер. Начался он с минуты молчания. Мемориальная церемония – главное событие недели памяти ежегодного цикла мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году их около тысячи. Рассказать о том, что было. Рассказать о том, что такое расчеловечивание людей. И очень хочется, чтобы мы понимали, память всегда обращена в будущее. Выдающимся людям, которые внесли значительный вклад в сохранение памяти о Холокосте, вручили особый знак Российско-еврейского конгресса «Хранитель памяти». Символ этой премии – свеча. В этом году и лауреатами стали председатель Федерального агентства по делам национальности России Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава фонда Эван Эзер Борис Васюков и драматург Александр Гельман. Если ты вменяемый, порядочный, нормальный, цивилизованный человек, ужаснуться тому, что происходило в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, невозможно быть равнодушным, волосы стоят дыбом, и мурашки бегут по коже. В сопровождении симфонического оркестра на сцене театра выступили лауреаты международных конкурсов, участники геликонского проекта «Продиджи Китс». Мы это помним, потому что мы, наши родители, еще как-то это пережили, и нам это как-то передали. Мой отец, моя мама. Молодому поколению надо этому учиться, и надо знать это. И главное им это учиться, чтобы они это никогда, никогда больше не повторялись. Еще больше новостей смотрите в нашей итоговой программе «Два кадра», как всегда, после шабата. Та-да-да-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та. Слушай, ну он самый известный. Откуда это вот этот мем? Хорошо. Нет, хорошо. Хорошо. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова